Когда люди считают, что за ними следят, они становятся критичнее к поведению других, тем более, если это поведение выходит за рамки общепринятых социальных норм морали и приличия. Технологичные 20-е и 21-е века ввели понятие видеонаблюдения, и теперь любой добропорядочный и законопослушный человек в общественном месте чувствует на себе зоркий взгляд видеокамеры, особенно если об этом предупреждает информационная табличка. Данный фактор отличным образом влияет на поведение в общественных местах и позволяет контролировать действия людей, не прибегая к дорогостоящей и не всегда уместной физической силе. Многие эмпирические исследования показывают, что люди имеют тенденцию быть более благородными и действуют куда более согласованно, когда знают, что за ними наблюдают другие. Необходимо признать, что видеокамера безопасности является так называемой отложенной ценностью. То есть не ценностью, которая нас радует здесь и сейчас, а то, что это может пригодиться, это может обезопасить нас от чего-либо. Это некая профилактика. На поведение большинства людей влияет тот факт, что за ними постоянно и незаметно ведется видеонаблюдение. Зная это, можно обезопасить собственное жилище, магазин или офис, хотя бы предупреждающий наклейкой о видеонаблюдении или муляжом видеокамеры. Такие небольшие хитрости способны предотвратить множество мелких правонарушений на вашей территории. Конечно, если преступник знает о вашем видеонаблюдении и заранее подготовился ко встрече с ним, муляж мало чем поможет при его опознании. Кроме того, люди более критичны к поведению друг друга, зная, что они находятся под наблюдением. Еще один момент в психологии человека, на котором можно сыграть. И это не касается того, что один человек может задержать или предупредить другого. Это касается скорее совести и человеческого эгоизма. Зная, что за его действиями будут наблюдать посторонние люди, мало кто отважится что-нибудь украсть. То есть показать себя в негативном свете, заработать кучу неприятностей, а также осуждения со стороны окружающих. В целом видеокамера как бы регистрирует, снимает в том числе и не только преступные деяния, не только какие-то происшествия, которые могут зарегистрироваться, но и снимает нас. И мы находимся в условиях наблюдения. И это совершенно другая проблема. Насколько люди оценивают то, что их регулярно наблюдают, их регулярно снимают. Зная этот факт, некоторые задумываются о том, чтобы не тратить время, деньги и силы на установку камер видеонаблюдения, тем самым создав видимость осведомленности обо всем происходящем в поле зрения камер. Однако у этого тоже есть свои недостатки. Через некоторое время ситуации ухудшаются. Люди начинают игнорировать камеры, позволяя себе некорректное поведение. Основная причина таких изменений – особое свойство человеческой психики. Рано или поздно возникает желание убедиться в работоспособности камер, то есть в том, что действительно ведется съемка и кто-то просматривает записи. В ход идут разные приемы, например, небольшое нарушение действующих правил. Если не последует никакой реакции, преступник наверняка заподозрит, что камеры не настоящие или никто не контролирует систему видеонаблюдения. Почувствовав безнаказанность, человек перестает сдерживаться и поступает соответствующим образом. Причем он может быть вполне законопослушным, но желание почувствовать свободу пересиливает. В целом, видеокамера безопасности как отложенная ценность, эта ценность, она необходима с точки зрения тех условий, в которых сейчас находится наш быт, наша экономика, наша страна, с той целью, чтобы не было каких-то криминальных происшествий. Видеонаблюдение оказывает положительное влияние на людей. Они начинают контролировать свое поведение и действовать на основе морали. Это дает огромные преимущества, и поэтому системы контроля устанавливают повсеместно. Тем не менее, прибегнув к установке бутафорских камер, можно создать лишь временный эффект послушания, который в дальнейшем перерастет в ощущение полной свободы и бесконтрольное поведение. Елизавета Газизянова, Универ Новости.